МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для того, чтобы здесь презентовать свой президентский штаб. Вы готовитесь к президентской кампании. Первый вопрос у меня такой. Вы вообще приехали в Иваново. Я понимаю, что у вас там очень немного времени, чтобы вы что-то посмотрели и увидели. Как впечатление от Иванова, от ивановцев? И даже я бы так сказал. Есть какое-то различие? Насколько я понимаю, это штаб уже 20-й. Различия большие есть. Я врать не буду. Практически ничего не видел в Иваново и не успел посмотреть. Но людей зато видел. Довольно много сегодня волонтеров пришло на открытие штаба. И совершенно потрясающий народ. Я очень доволен тем, как прошла встреча с волонтерами, как прошло открытие штаба. Наверное, это произошло в том числе потому, что Ивановская область и некоторые города Ивановской области плюс в первую очередь стали просто одними из символов компании. Они незримо присутствуют везде. Вот эта вот дача Меловка, домик для уточки. Это все части нашей компании. И здесь гораздо проще все объяснить о нашем последнем и самом громком расследовании. Поэтому так много волонтеров, такая была хорошая атмосфера. Когда поехали в Иваново, узнавали, сколько человек подписалось или хочет подписаться за вас? Вот из тех 325, насколько я понимаю, которые... Сейчас уже почти 400, по-моему, 380. Но мы видим, мы в онлайне видим, откуда люди регистрируются. У нас несколько тысяч человек из Иваново, которые поставили свою подпись и готовы уже бумажно оформить ее непосредственно ближе к избирательной кампании. И здесь несколько сот волонтеров. Но мы довольны, исходя из размера региона, из количества населения в регионе, когда мы смотрим, сколько волонтеров, мы видим, что это очень хорошо показатель. В одном из недавних интервью сказали, что я знаю все об Ивановских зонах, потому что сидел вместе с Аней из Иваново. Что вы еще знаете про Ивановскую область, кроме Ивановских зон? Вам вообще готовят какую-то справку? Вот вы едете в регион, вам что-то рассказывают о нем? Я читаю справку, конечно. Что было в этой справке про Ивановскую область? В справке про Ивановскую область у меня любая справка начинается с показателей средней зарплаты. И у меня всегда есть тест. Я говорю, когда собирается аудитория, я говорю, скажите мне, пожалуйста, какая у вас здесь средняя зарплата? И у меня начинают, здесь мне сказали 12, 13, 15 тысяч рублей. Вы знаете, что по Росстату средняя зарплата у вас здесь 25. Когда я назвал эту цифру, смеялись. Ну, почти во всех регионах смеялись, но здесь в Ивановской области смеялись очень громко, потому что всем, конечно, отлично известно, что совсем не 25 тысяч рублей, к сожалению, средняя зарплата. Здесь в Ивановской области в справке был... Что было еще в справке? Просто интересно, что вы готовите. Ситуация по промышленности, потому что был центр легкой промышленности, и что на самом деле сейчас не больше 10 фабрик работают, а было 43. В справке информация про губернатора, про последние коррупционные дела, про вашего недавно посаженного вице-губернатора, про ситуации по дорогам. Они действительно здесь очень плохие. Во Владимирской области плохие. Мы из Владимира ехали, но ты пересекаешь, где это значок Владимирская, и сразу машина стучит. На самом деле всегда ивановские дороги хвалили, скажем так. Я бы сказал так. В России везде плохие дороги. Нельзя сказать, что Ивановская область рекомендует. По сравнению, например, с Волгоградской областью, в Ивановской области еще дороги хорошие. Давайте так. К Ивановской области мы еще вернемся. Просто часть аудитории на самом деле не знает вообще, кто такой Алексей Навальный, и поэтому мы подготовили очень небольшую видеопрезентацию. Пожалуйста. Алексей Навальный, 40 лет. Имеет два высших образования, юридическое и экономическое. В 2000 году вступил в партию яблоко. В 2007 был исключен официально за националистическую деятельность. Стал учредителем движения «Народ», которое называло себя национал-демократическим. Неоднократно участвовал в русских маршах. Первое признание Навальному принесли публикации в интернете против коррупции в крупных госкомпаниях «Транснефть», «ВТБ», «Сбербанк». Деловая газета «Ведомости» назвала его персоной 2009 года. Далее Навальный стал активным критиком «Единой России», выступал на протестных митингах в Москве, входил в Координационный совет российской оппозиции. Неоднократно привлекался к административной ответственности за организацию несанкционированных мероприятий. Запустил интернет-проекты «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма» и другие. В 2013 году принял участие в выборах мэра Москвы и занял второе место после Собянина с результатом 27%, набрав больше, чем все другие проигравшие кандидаты в сумме. С 2013 года возглавляет партию «Прогресса». Навальный создал фонд борьбы с коррупцией, расследование которого задевают высшие руководства страны. Фильм про семью генпрокурора Юрия Чайки набрал более 5 миллионов просмотров и получил спецприз на фестивале документального кино «Арт-дог-фест». Фильм с обвинениями в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева набрал уже около 20 миллионов просмотров и стал поводом для антикоррупционных митингов по всей стране, в том числе и в Иванове. Я напоминаю, что эта программа «Есть мнение» у нас в гостях Алексей Навальный, которому вот только что презентовали для тех, кто не знает, кто же это такой. Отличная справка, между прочим. Прям хоть бери, для избирательной кампании все четко и ясно. Вы знаете, когда я думал о чем, как нам с вами вообще построить разговор, я подумал, что, наверное, не стоит задавать вопросы для тех, кто является вашим сторонником, восторгается вами. Глупо было бы, наверное, переубеждать людей, которые вас ненавидят или как бы считают, что вы расшатываете лодку и что-то еще. И я подумал, что вопросы, скорее, должны быть для тех людей, кто сомневается. Потому что большинство людей, наверное, согласны с тем, что что-то в королевстве не так. Но а можно ли доверять Алексею Навальному? Поэтому эти вопросы, они, может быть, немножко частично могут быть и наивными в чем-то. Но давайте вообразим, что там сомневающаяся аудитория. Попробуем, или вы, точнее, попробуюсь, в чем-то их переубедить и переманить. С удовольствием постараюсь. Адвокат Виолетта Волкова, это к вопросу как раз о цели вашего визита, заявила, что вы, в общем-то, и заявление написала в ЦИК Эля Памфилова, и она пока не отреагировала, заявила, что вы собираете деньги путем обмана и злоупотребления доверием, потому что ЦИК вас никогда не зарегистрирует, у вас тяжкое преступление. Приговор, хотя в силу не вступил, но сомнений-то особо, что он вступит, нет. Поэтому через какое-то время станет ясно, что никаких выборов у Алексея Навального не будет, он просто обманывает людей. Как бы вы прокомментировали вот это заявление? Я бы прокомментировал это заявление совсем не адвоката какого-то, а это власть так говорит, и Единая Россия, Песков говорит, окружение Путина так говорят, что Навальный ни на какие выборы не пойдет, потому что ему запрещается. И у меня здесь простая позиция. Я же представляю какую-то часть населения. Это, наверное, отрицать невозможно. 26 марта здесь был митинг, на который вышла, я горжусь на самом деле тем, что в Иваново на митинге вышло 850 человек, хотя Единая Россия здесь за все время не собрала митинг такого размера. То есть в любом случае... Это не совсем так. Ну, прямо скажем, это, наверное, был один из крупных митингов. В любом случае он показывает, что, наверное, какую-то часть населения я представляю. В любом случае в нашем обществе есть довольно много людей, которые разделяют мои идеи. Хотят борьбу с коррупцией, хотят выборностью губернаторов и мэра, хотят повышения минимальной зарплаты, за что я выступаю, и разделяют мои программные идеи. Имею я право идти на выборы? Я считаю, что я имею. И вокруг есть довольно много людей, которые считают, что я имею право идти на выборы. И даже многие сторонники Путина говорят, что, ну, должна же быть конкуренция какая-то. То, что Кремль меня на выборы не пускает, возбуждает против меня уголовные дела, фабрикует против меня уголовные дела. И это не фигура речи. Я же выиграл в европейском суде против них и доказал, что было дело сфабриковано. Поэтому я стою на простой позиции. Если я имею право участвовать в выборах по сути, если есть какое-то количество людей, ну, я не знаю, сколько точно, и не могу сказать сейчас, что большинство, ну, существенное количество меня поддерживает, значит, моя избирательная компания имеет право вестись. Значит, имею право я открыть штаб Иванова. Я имею право сегодня встретиться с волонтерами. Я имею право в том числе собрать деньги с этих волонтеров, которые отправляют по 500 рублей. Хорошо, вот те же самые люди, которые отправляют деньги, которые верят, что а вдруг, да, давайте предположим ситуацию, при которой все-таки этого не происходит. ЦИК вас не регистрирует по тем или иным причинам, неважно, да, потому что я вот, например, читал на вашем сайте позиции еще и в том, что Конституция этой России говорит о том, что независимо от тяжести преступления человек должен находиться в местах лишения свободы, чтобы его не допустили до выбора. Я в вашем эфире нахожусь, пока, по крайней мере, пока я здесь. Я имею право идти на выборы. И все-таки, если происходит такая ситуация, что вы скажете сторонникам? Вот, например, в истории с Собяниным вы говорили о том, что вы будете настаивать на бойкоте. В истории с президентскими выборами, что вы скажете людям, которые переводили вам деньги на президентскую кампанию, а вас не регистрируют? Я делаю то, что я имею право делать по закону. Я людям честно все объясняю. И они отлично знают, что Кремль сделает все, чтобы на выборы меня не пустить, потому что они меня, нас всех боятся, потому что им нечего ответить на наши вопросы о коррупции в первую очередь. Поэтому люди, которые финансируют мою избирательную кампанию, она финансируется именно такими микроплатежами. Это понятно, у меня вопрос другой. Что будете делать? Я вам скажу, как есть. ЦИК вас не зарегистрировал. Я исключаю на сегодняшний момент ситуацию, при которой ЦИК меня не зарегистрирует. Потому что, во-первых, мы отменили один раз приговор в европейском суде, мы отменим его и второй раз. — Но это произойдет в 19-м году как-то. — Ну нет, это может произойти, во-первых, раньше. Во-вторых, на московских выборах тоже же Единая Россия все говорят, что меня не пустят, меня не зарегистрируют, я муниципальный фильтр не пройду. Но тем не менее, мы вынудили... — На ответы все-таки так и не отвечать. Что вы сделаете? — А я потому что не рассматриваю план «Б». Ну понимаете, зачем мне думать о том, что случится, если Путин улетит на вертолете в Майами и останется там жить? Зачем обсуждать гипотетические варианты? — Я процитирую ваши высказывания на митинге, которые вы говорили. Я понимаю специфика митинга, но все же. — Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас, но мы мирная сила, мы не сделаем этого пока. Может быть, наступит время, когда я позову вас переворачивать машины и поджигать фаеры, я так и скажу прямым текстом. — Это же два разных митинга. — Два разных митинга. Это была компиляция. Я помню все свои слова. — Но с другой стороны, это правда. — Все, что я это сказал, это правда. — Меня что настораживает в этой истории? Вот это слово «пока». Потому что где для вас вот эта грань между митингом, в котором вы боретесь за какие-то свои права, пусть даже незаконной, да, там что-то незаконное, но он мирный, этот протест. И вот этим вот «пока». — Да эта грань, она всегда очевидна и понятна. Ну вот смотрите, вот был митинг здесь в городе. Крупный митинг. Один из крупнейших за последнее время. Его власть формально не разрешила. И сказала, у нас там будет парад техники МЧС. И много было разговоров, что ужасные экстремисты, значит, митинг. Но митинг прошел абсолютно мирно. И Ивановская, нужно отдать должное, власть была довольно достаточно хитра, или мудра, или как угодно, чтобы никого не хватать, не тащить, и сделать вид, что никто ничего не заметил. Ничего не случилось. И на большинстве митингов нет ни малейших предпосылок к никакому насилию. Но мы видим, что власть наша, российская, она деградирует с каждым годом. Мне она не нравилась и в 2005 году. Но сейчас, в 2017 году, на фоне обеднения и на фоне обнищания, то, что делают они, это вообще вопиющие какие-то вещи. Власть, по сути, является оккупационным. И если завтра они совсем сойдут с ума и окончательно будут и явно действовать как враги собственного народа, наверное, не только я, но и все остальные будут призывать с этой властью бороться жестче. Но еще раз, вы же сами оговорились, что это специфика жанра выступления на митинге. Все наши выступления, которые были до этого, были абсолютно мирные. Единственные, кто пытается принимать насилие, это полицейские, которые непонятно зачем хватают несчастных людей, тянутых в автозаке. Это, наверное, не вопрос. Я просто эту тему закрою. Хотел бы закрыть. Может быть, вы захотите прокомментировать. Два ваших высказывания, они разделены шестью годами. 2011-й. Революция неизбежна просто потому, что большинство людей понимают, что система неправильная. 2017-й. Я не вижу в России ни малейших предпосылок ни для революции, ни для гражданской войны. Это же важен контекст. Я просто поясню. Когда во втором случае, мы говорим, революция в контексте гражданская война, бегут матросы с тачки и все такое, сейчас предпосылок нет. Но революция в России, по сути, изменение режима, она неизбежна. Но вот сейчас власть держится и основана на коррупции. Отсутствие коррупции будет просто революционными изменениями. Поэтому... То есть под революцией вы не понимаете насильственное свержение власти, скажем так. В зависимости от контекста обсуждения. Революционными изменениями... Да вот смотрите, простая вещь. Один из пунктов моей программы это увеличение минимальной заработной платы до 25 тысяч рублей. Это можно сделать хоть завтра. Денег в стране достаточно. Это уже будет революция. Потому что здесь все получают по 13 тысяч и нельзя жить на эти деньги. Это уже будет революционные изменения. Мы с вами еще про минимальные зарплаты поговорим. Я все-таки закончу еще вот чем. Ваши противники приводят несколько фактов, которые я проверил, это факты. Но они, скажем так, не симпатизируют вам эти факты. О чем идет речь? Ваш проект демократической альтернативы финансировал Американский национальный фонд демократии. Один из его руководителей говорил, что фонд вообще был создан госдепом, чтобы делать открыто то, что ЦРУ раньше делало тайно. Один из руководителей этого процесса. Вот Национального фонда демократии. Давайте я вас сразу перебью. Это не так. Вы говорите, что вы проверили факты. Это не так. Мы проводили, было движение демократической альтернативы, которая существовала год или два. У нас был проект дебаты. Мы проводили дебаты в каких-то клубах. И действительно, однажды, это было много лет назад, мы получили грант, по-моему, 5 тысяч долларов или 7. В интернете есть все эти документы для того, чтобы арендовать помещение для этих дебатов. Я вопрос немножко другой. Дальше говорят о чем? О том, что вы учились в Еле в 2010 году на одном курсе с будущими проамериканскими оранжевыми революционерами, которые участвовали в революциях в Тунисе и Судане. Вы просто вопрос послушайте. Я с юмором вообще отношусь к тому, что вы агент ЦРУ. Но попробуйте объяснить сомневающимся людям, как эти факты можно трактовать. Значит, первое, как я уже сказал, это рассуждение про какие-то гигантские гранты, оно не соответствует действительности в целом. Финансировался действительно несколько лет назад через грант. Один, единственный маленький проект. Второе, то, что вы сказали, это смесь правды, которой я горжусь. Я действительно год учился в Ельском университете, одно из самых престижных учебных заведений. И я не понимаю, почему я должен стесняться тем, что у меня хорошее образование. Но тысячи людей стремятся попасть туда, и мне было сложно сдать экзамен. Я поступил и очень рад, что там учился. Второе, что было сказано, что я учился вместе с какими-то лидерами оранжевых революций. Ну, это чушь, которую я даже не знаю, кто жириновский, что ли, несет. Кто-то говорит, что я учился вместе с Саакашвили, которого я не видел в глазах. Ну, то есть, это набор, Зюганов говорит, это набор какого-то бреда, кроме того, это презрительное отношение к институту образования. Давайте я по-другому еще задам вопрос. Нельзя не признавать, что мировой рынок, он конкурентен. Ну, в том числе, этот рынок между государствами. И сомневающиеся люди спрашивают у Алексея Навального, а будет ли он столь же жестко, скажем, отстаивать интересы России, как игрока на этом глобальном мировом рынке, трудовом, ну, неважно, военном в том числе. Так же, как это происходит сейчас. Отличный вопрос. А расскажите мне, как это происходит сейчас. Потому что прямо сейчас происходит то, что Дмитрий Медведев вместе с прекрасной дачей в Плюсе владеет виноградниками в Тоскане. Сейчас происходит то, что гражданин Финляндии, резидент Швейцарии Геннадий Тимченко, ближайший друг Путина, продает всю российскую нефть. Вы опять про коррупцию, а я вам говорю про... Нет, я про национальные интересы. Я говорю, что сейчас национальные интересы проданы. Никто национальных интересов России не защищает. Главный национальный интерес России заключается в том, чтобы деньги от нефти и газа, которых мы продаем на немыслимые суммы, попадали в карман нашим гражданам, в том числе жителям Ивановской области. А когда люди получают по 13 тысяч за полный рабочий день, это предательство национальных интересов. Вот я-то как раз считаю... Ну хорошо, НАТО у российских границ. Вас как президента... Так, а Путин и сделал так, что НАТО у российских границ. А Путин, между прочим, в 2003 году заявлял, что Россия должна вступить в НАТО. И именно его бессмысленная политика... Ваша позиция. Моя позиция в том, что, безусловно, мы должны отстаивать национальные интересы, я их буду отстаивать гораздо лучше, чем действующая власть, которая сейчас фактически все сдала и продала. Вот есть такой Бжезинский, которого очень любят цитировать в те, кто упрекает меня, значит, в том, что я учился в Американском университете. И его слова были такие, что, ребята, дорогие граждане России, когда все ваше правительство и все ваши олигархи держат 500 миллиардов долларов в американских банках, вы подумайте, это ваша элита или наша элита? Вот это и есть самый главный вопрос. Я хочу тему, скажем так, отстаивания интересов национального государства на мировом рынке. Не могу не спросить про историю с Крымом. У вас позиция достаточно понятная, по крайней мере. Вот я процитирую. Трагедия Крыма, трагедия Крыма в том, что сейчас непонятно, чья это территория, но я могу сказать, что путь решения проблем Крыма должен начинаться с нормального референдума, который там нужно провести. Я считаю, что референдум был. На этом референдуме было высказано достаточно однозначное мнение этих жителей. Какой смысл вы закладываете в проведении второго референдума? Зачем он? Кому и что мы должны доказывать? Потому что его никто не признает. Потому что даже, посмотрите, не далее, как вчера, пророссийский настроенный кандидат в президенты Франции Фион, которого очень любит Путин, и Путин его тоже очень любит. Он говорит, что давайте в Крыму... Он признает Крым российским. Но первым шагом, например, он требует проведения нового референдума. Просто тот референдум никто не признает. Мы, в общем-то, мало сомнений в том, какие будут результаты другого референдума. Но он нужен. Нужен нормальный, честный референдум. То есть, если ему еще кому-то там что-то не понравится, мы будем третий референдум? Как я уже сказал, ни один территориальный конфликт, как я уже сказал неоднократно в других интервью, ни один территориальный конфликт на территории планеты не решен до конца. И статус Крыма будут оспаривать долгие-долгие годы. Это нерешаемая проблема. Давайте так спрашиваем. Будет второй референдум, если вы будете президентом, вы его организуете, проведете. Вы будете агитировать за то, чтобы Крым остался в составе России? Когда будет проводиться второй референдум, я как глава государства обеспечу все условия для проведения этого референдума. И я хотел бы, чтобы жители Крыма сами решили, что они хотят без каких-то... Знаете, когда был последний раз в Крыму? Это была моя первая поездка с женой. То есть это где-то было лет 18 назад. Вы будете агитировать за... Я буду заниматься. Я считаю, что по проведению референдумов внутри страны, тем более такого рода, глава государства не должен высказываться. Он должен гарантировать... Хорошо. Ваше личное мнение сейчас, как Алексея Навального. Нужно агитировать? Нужно агитировать за что? Нужно провести референдум. Нужно организовать процедуру, в которой будут включены международные наблюдения. Хорошо. Проходит референдум, вас спрашивают. Алексей, вы за белых, за красных. Вот смотрите, вы хотите от меня добиться какого-то однозначного ответа на сложный вопрос. Вопрос сложный. И как я уже сказал, фактически сейчас Крым, часть Российской Федерации, мы платим там зарплаты и пенсии. Его статус... Вы агитировать будете за вхождение Крыма на втором референдуме? Я буду президентом России, который сосредоточится на том, чтобы обеспечить честность референдума, чтобы его признало как можно больше стран, чтобы эти страны сняли с нас санкции. Это понятно, у меня вопрос-то другой. Вы как будете... Ну вот я буду президентом, но еще раз. Не будете озвучивать позиции. Президент не должен озвучивать позиции, президент должен заниматься организацией референдума. Мы уходим на рекламу и вернемся через несколько минут. Мы продолжаем беседу с Алексеем Навальным. Алексей, с политики вернемся к экономике. Точнее, не вернемся, а начнем разговор об экономике. Вы говорите, вот цитирую, у вас есть экономическая программа, мне ее пишут известные российские экономисты, уверяю, что программа лучше, чем то, что может предложить нынешняя власть. И действительно, первое, что меня лично заинтересовало, это ваше заявление о том, что минимальная заработная плата должна быть увеличена до 25 тысяч рублей. Причем вот комментарий еще у вас нашел, что все эти меры лежат на поверхности, их можно сделать очень быстро. Для этого нужна политическая воля. Сегодняшняя минимальная зарплата 7500, насколько я понимаю, ее надо увеличить практически в три раза. Значит ли это, что и все остальные зарплаты постепенно, ну или не постепенно, тоже сразу в такой же пропорции должны быть увеличены? Они, конечно, не могут быть увеличены сразу в такой же пропорции. Мера по введению минимальной зарплаты 25 тысяч рублей, это мера по борьбе с крайней бедностью. Я считаю, и я настаиваю на том, что человек, который получает 13 тысяч, 15 тысяч, и платит из них 4 или 5 за ЖКХ, он не может жить нормально. То есть, когда у нас люди за полный рабочий день получают 13 тысяч, и здесь в Ивановской области таких полно, это оскорбительное, мало того, что экономическое поведение государства, так мы еще держим неполноценного гражданина, который не может ни есть нормально, ни пить нормально, ни лечиться нормально, ни потреблять. Мне кажется, что с точки зрения экономики, как бы приведет просто к уравниловке, потому что будет 25, 26, 27. Нет, нет, ни в коем случае. Ну, во-первых, нам нужен экономический рост для того, чтобы росли все зарплаты, и зарплата в 25 тысяч вовсе не является идеалом. Россия, исходя из нашей экономической мощи, может и должна людям гарантировать гораздо более высокий уровень жизни. Ну, посмотрите на какую-нибудь Эстонию. Там нет ни нефти, ни газа, но, тем не менее, средняя зарплата будет больше 1000 евро. Это значит, больше 60 тысяч рублей. За счет чего они это получают? Ну, за счет чего это же делают? А у нас и нефть, и газ, и лес, и металл, и все в нищете. Критики говорят, что вот эта вот ситуация с 25 тысячами минималки придет к тому, я сейчас все эти арифметические действия переводить не буду, придет к тому, что нужно порядка трех триллионов рублей для того, чтобы обеспечить этот рост. Неправильно говорят критики. Врут критики и передергивают, потому что минимально... Вот смотрите, давайте поделим страны. Есть страны успешные и богатые, и капиталистические вполне, и есть страны, в которых все довольно плохо. Не будем на них смотреть. Нас интересует, чтобы наши жители, чтобы мы получали больше денег. В любой развитой капиталистической стране установлена минимальная заработная плата. В гораздо более бедных странах, чем Россия, таких, например, как Аргентина, установлена минимальная заработная плата выше, чем в России. В Аргентине, у которой ВВП на душу населения меньше, чем в России, она беднее. Ну вот вы приводите примеры, а я вопрос задал, какой? Три триллиона-то это... Не нужно никакие три триллиона. Это выдуманная неизвестная откуда вещь. Мы должны в первую очередь вывести зарплаты из тени. Мы должны снизить налоговую нагрузку на зарплату, на зарплатные фонды. Предприниматели, малый бизнес не платят. Зарплат большие. Я вас прошу, а вот заканчиваю тему с минимальными всеми этими делами. Ведь цены не могут остаться на прежнем уровне, если я, как бизнесмен, вынужден буду зарплату платить значительно выше. Более того, деньги, которые появятся на рынке, люди получали 7, а будут получать 25, соответственно, потребительский спрос тоже вырастет. Цены-то... Наша экономика росла последние годы исключительно за счет стимулирования спросов. Это первое. А второе, на ценах это значительной степени отразится, потому что знаете, что раскручивает инфляцию? И это вам скажет любой ученый-экономист. Тарифы естественных монополий, которые как раз в России растут постоянно и очень часто бесконтрольно. Поэтому вот нужно прекращить без всяких оснований повышать цены на ЖКХ, и тогда инфляция будет меньше. А от того, что люди будут получать немножко больше денег, станут немножко лучше жить, будет только все хорошо. И еще раз, это не мои какие-то социалистические измышления, это практика любой развитой страны. Это работает в Германии, это работает в Италии, во Франции, в США, работать в Латинской Америке, в развитых странах Аргентины и Чили. И в России будут работать. История с пенсиями связана с зарплатами. Вы тоже говорите о том, что минимальная пенсия должна быть выше прожиточного минимума. Кстати, выше на сколько, на ваш взгляд? Ну, она должна соответствовать реальному прожиточному минимуму. Сейчас правительство нас уверяет, что прожиточный минимум тоже в районе 7 тысяч рублей. Это правда или нет? Конечно, нет. Ну, невозможно жить на 7 тысяч рублей, где-то в районе 20 тысяч. Пенсия должна соответствовать. Ну, мы хотим, чтобы пенсионер жил. Давайте ему платить по прожиточному минимуму. Это нормально. Из нашей программы, которая на сайте. Пенсии финансируются из индивидуальных накоплений, а не из бюджета и текущих налогов. Исходя из 20-тысячной пенсии, мы понимаем, что в современных реалиях это невозможно делать. Что будем? Мы будем экономить в том числе за счет сокращения коррупционной ренты. Две простые цифры. Расходы государства, госзакупки, это сейчас 6 триллионов рублей. И не я, а Дмитрий Медведев говорит, что каждый пятый рубль там разворовывается. Вот вам полтора триллиона рублей. Закупки... Это не пенсионный фонд, это бюджетные деньги. А вы говорите, что пенсионный фонд должен формировать выплаты пенсии. Я говорю о том, что в России достаточное количество денег, просто их разворовывают, разбазаривают, чтобы наполнять в том числе и пенсионный фонд. Я говорю о том, что в идеале должны быть индивидуальные накопления, как вы знаете, правительство крадет уже третий год подряд и забирает индивидуальные пенсионные накопления. У нас каждые три года происходит полная реформа пенсионной системы. Поэтому я описываю идеальную систему и говорю, что, конечно, из индивидуальных накоплений нужно пенсию платить. Но сейчас без прямых трансферов из бюджета конечно, никакая пенсия не может быть выплачена. И сейчас на это не держится. Пенсии? Повышение пенсионного возраста, в вашей точке зрения? Ну, конечно, я против. А посмотрите на европейскую тенденцию. Везде сокращают количество рабочих дней, сокращают количество рабочих часов. И только мы в России здесь почему-то идем против всего мира. У нас люди живут меньше, чем тот пенсионный возраст, который они хотят установить. Но это полная глупость. С коррупцией пусть борются, а не пенсионный возраст повышают. Я буду прервать и сказать нашим зрителям, что мы продолжим наш разговор на телеканале Барс, а на телеканале 7.7 вас ждут новости губернии, где в том числе будет рассказано, как открывался ваш предвыборный штаб в Иванове. Продолжаем. Есть мнение. У нас в гостях Алексей Навальный. Вы говорили, ну, я процитирую, я освобожу от любых налогов и любого регулирования всех индивидуальных предпринимателей в стране, которые получают небольшой доход. На ваш взгляд, это какой доход в год должен быть, чтобы вообще не платить налогов? Ну, я считаю, что если индивидуальный предприниматель зарабатывает в месяц грязными выручкой меньше, чем полмиллиона, вообще не нужно с него никакие доходы, никакие налоги брать. Кто за них будет платить пенсионный, шлон социальный, страхование? То есть его работники останутся фактически без защиты? Работники, вот, задача индивидуального предпринимателя, малого предпринимателя кормить себя, зарабатывать себе и платить нормальную зарплату своим сотрудникам. В настоящее время в России малый бизнес, увы и ах, это чистая правда, это не способ вообще зарабатывания денег, это и не бизнес никакой, это способ прокормить себя. Если вы посмотрите, сколько эти индивидуальные предприниматели платят в бюджет России, то вы увидите, что это незначительные деньги все равно. Для бюджета России это ни тепло, ни холодно, зато они должны оформлять документации, отчеты слать, куча администрирования, это нужно все убрать, нужно дать людям волю, дать им... Ну, а мне кажется, что люди будут уходить тогда, ну, условно говоря, вот я руководитель предприятий, ну, я разобью их на ИП для того, чтобы вообще ничего не платить. Ходорковского за это посадили в том числе. Это называется уклонение от уплаты налогов. Если вы уклоняетесь от уплаты налогов, вами будут заниматься правоохранительные органы, как и любым другим видом уклонения от уплаты налогов. Но мы же не можем все поставить в голову того, что кто-то будет злоупотреблять. Давайте... Ну, зачем ваш телеканал нужен? Давайте его закроем. Вдруг вы порнографию будете показывать? Ну, вы же нормальные люди, вы не показываете порнографию. У вас телеканал, вы показываете новости. В Твиттере пишут много разных вопросов. Я отвлекусь от своих. Давайте только... Времени у нас очень мало. Кстати, мне все время говорят, почему я вас перебиваю. Я вас перебиваю, потому что времени очень мало. Обижает ли Навального сравнение его с Гитлером? Видимо, речь идет о ролике, который Кремль запустил, где Навальный буквально Гитлер. Но меня раздражает глупость нашей власти, то, что она занимается этой ерундой на бюджетные деньги. Власть сказала, что она к этому не имеет отношения. Ну, мы ей так и поверили. Готовы ли вы сейчас озвучить, кого в случае победы на выборах предложили тут назначить? Назначить президента не назначают премьер-министра? Президент предлагает в Государственной Думе премьер-министра. У нас до выборов еще год. И поэтому, конечно, любые вопросы про кадровые назначения, это уже ближе к финальной части компании. Что вы будете делать в сырьевом секторе экономики? Сырьевой сектор нужно развивать, раз он есть. Нужно наращивать обрабатывающий сектор. Нужно прекратить продавать сырую нефть. Нужно строить нефтепереработку в России, которой за 17 путинских лет, между прочим, практически ничего не построено. Нужно продавать, раз уж нам повезло и богом дана нам куча нефти и газа, нужно перерабатывать здесь и продавать дороже за границу, а не просто гнать сырую нефть и просто газ по трубе. Как завоевывать доверие, здесь написано, путинистов, так жестко, которых пока в стране большинство? Разъяснять им. Слушайте, ну а кто такие путинисты? Это обычные люди. Ну вот хорошо, вот здесь, в Ивановской области, есть путинисты. Им что, нравится эта дача в Плёсе, Медведевская, которая стоит 20 миллиардов рублей на фоне всей этой нищеты? Да никаким путинистам это не нравится. Это все обычные нормальные люди, нужно просто им разъяснять про то, что у нас есть предложение, а у этой власти есть только коррупция. Вернемся к предвыборной программе. У меня, например, волнует всегда, я все время задаю эти вопросы по здравоохранению и образованию. У вас там очень мало на эту тему сказано, видимо... У нас мало. Вы смотрели не ту программу. Я смотрел ваш сайт. Там написано так, что расходы на здравоохранение должны вырасти в два раза, чтобы обеспечить современный уровень медицинских услуг. Как будем тратить эти деньги? То есть, куда вы хотите их направить в медицине, в здравоохранении? Где вы видите яму? И почему в два? Почему не в полтора, не в три? Откуда взялась эта цифра? Минимум в два, даже больше. Смотрите, мы должны взглянуть на развитые страны, страны организации экономического сотрудничества. Если мы посмотрим, сколько они тратят на здравоохранение и образование в процентах от бюджета, от ВВП, в том числе, мы увидим, что Россия просто экономит на этом. Россия тратит преступно мало и на здравоохранение и образование. Мы никогда не получим качество ни там, ни там. За эти крошечные деньги все наши деньги, опять же, уходят на коррупцию. У нас есть несколько ям, вы правильно сказали. Яма номер один это зарплаты врачей и зарплаты младшего медицинского персонала. Ну, 7 тысяч рублей, 8 тысяч рублей. Что мы можем ждать от людей, которые получают 8 тысяч рублей? Они, конечно, не могут работать нормально. Про зарплаты мы уже посудили. Вторая яма это образование врачей. У нас колоссальная... Наша медицина, как наука, отстала на 60, на 80 лет от того, что происходит в Европе. И, безусловно, нужно просто брать врачей и тысячами отправлять учиться за границу, привозить их сюда, чтобы они учили других врачей и применяли свои знания. У нас же как получается, да, купить какие-то томографы по 2 миллиона долларов? Это наш бюджет может еще и за откат. Но здесь ими пользоваться никто не может нормально, потому что нет квалификации врачей. У нас все равно... Посмотрите... Переходим к следующей яме, а то мы сейчас все время не фернят. Ну, вот это две основные ямы, которые я писал, ну, плюс капитальное состояние... Я вам могу сказать, что в Ивановской области основная претензия к здравоохранению, потому что у нас достаточно много действительно денег было вложено в модернизацию, да, основная проблема это поликлиническое звено, то есть люди недовольны именно тем, вот как происходит первый процесс приема. Да, то есть мы можем, если человеку отрезал ногу... Что вас не устраивает в российском образовании? Вот ЕГЭ, например... Меня не устраивает, первое, недофинансировать его хроническое. Внутри можно и нужно сделать много разных реформ, но, как я уже сказал, за те деньги, которые выделяются на образование, мы никогда нормального образования не получим, а государству выгодно вкладывать деньги в образование. Сегодня мы заплатили 10 рублей учителю, а завтра его выпускники заплатили 300 рублей налогов. Нам выгодно это. Что касается ЕГЭ, ну, простая вещь. Вы же сами знаете, что есть несколько регионов, у которых оценки по ЕГЭ всегда самые лучшие. Чечня и Дагестан. И если в двух регионах система ЕГЭ не работает и полностью коррупционно, и полностью там все поделать, она нигде не работает. Потому что не может выпускник с идеальным баллом по ЕГЭ здесь, в Иваново. Ну, вот в ЕГЭ, я так понимаю. В нынешнем виде, если он не работает везде, во всей стране одинаково, он не будет работать везде. Я считаю, что в целом ЕГЭ – это здравая идея, но ее реализация с учетом коррупции говорит, что она бессмысленна. Ваше интервью Акунину. На первом месте создание судебной системы. Обратите внимание, создание, а не реформа. У нас судьи – это люди, которые от правления правосудия понимают, как исправление воли начальства. В вашей программе, кстати, судебная реформа. Все-таки звучит, а не создание. Это главный приоритет. Мы сделаем судьи уважаемыми и действительно независимыми. Так все-таки реформа или создание. Фактически создание и каков инструмент. Мы всех выгоним, наберем новых. Или как? Это же огромная вообще инфраструктура. Люди там. Ну, огромная, но важность-то ее еще огромнее. И вы в суде были? Вам понравилось там? Вам там понравилось? Или любой человек? в некоторых судах, даже где я проигрывал, мне понравилось, потому что я чувствовал, что я могу с этим не соглашаться, но какие-то доводы я воспринимаю. А большинству граждан, это даже опрос в ЦИОМа, государственного в ЦИОМа, большинство граждан считают судей продажными, которыми они являются, и считают судебную систему несправедливой. У нас практически никто не выигрывает ни одного дела, даже не просто против государства, против управляющей компанией по ЖКХ. У нас процент оправдательных приговоров 0,4, меньше, чем при Сталине. То, что плохо, я знаю. Я спросил делать, что важно. Мы всех выгоняем. Мы должны изменить систему назначения судей в первую очередь. Сейчас их назначает президент, администрация президента, а суди должны быть независимыми, и должны быть независимые кадровые комиссии. То есть вы приходите к власти и устраиваете новый конкурс, или как? Что будет происходить с судьями? Мы значительную часть судебного корпуса меняем, мы гарантируем судям независимость, мы выводим рядовых судей из подчинения крепостного права, в котором они находятся по отношению к председателю суда. Это одна из главных проблем судебной системы. То есть сейчас судей все-таки останется? Ну, какая-то часть останется. А как же вы будете их разделять? Мы будем проводить экзамены. Мы будем... Вот сейчас предусмотрена квалификационная комиссия. Только сейчас она липовая, а мы будем проводить нормальные. Давайте представим фантастическую вещь, потому что для меня это фантастическая вещь. Навальный выигрывает выборы президента. Для меня это реальная вещь. А в Думе же серьезная оппозиционная сила. Мы распустим Думу. Я вам сразу отвечу. Эта Дума никого не представляет. Там сидят люди с ворованными мандатами. Я вам сразу возражу. Возразите. Вы проведете выборы, вы все равно получите эту силу. Нет. Ну, слушайте, сколько получила Единая Россия в Ивановской области? Ну, меньше 50%. 45 по-разному. Меньше 50%. А в Думе-то они контролируют и имеют абсолютное большинство. одномандатная круга выиграна. Выиграны как? Фальсификациями. Значит, правда? И пообщаюсь. Весь посмотрите север России. Костромская область, Ярославская область, Ивановская область. То есть, вы уверены, что Единая Россия при честных ваших выборах не наберет количество процентов 30? На 100% уверены. Я смотрю на результаты голосования здесь. Даже с учетом нарушений, даже с учетом всего, они же 50% не могут набрать. Безусловно, Единая Россия должна присутствовать. Она тоже представляет каких-то граждан. Но говорить про то, что она представляет большинство граждан, это просто смехотворно. Единая Россия, которая сидит в Госдуме, она протащена голосами Чечни и Дагестана. Про Единую Россию понятно, про честные выборы тоже. Но нельзя не отрицать, что парламент превратится в место для дискуссий. И у вас, как у президента, возникнет куча проблем, как сейчас, кстати говоря, возникает у Трампа. Он говорил одно, а реализует другое, потому что ему приходится со всеми договариваться. Это самая главная фраза. Так и нужно со всеми договариваться. Так нормальный президент и должен со всеми договариваться. Вот президент Путин ни с кем не договаривается. Выборы фальсифицируют. И за 17 лет это к чему привело? К тому, что все его соседи по даче, да, они стали миллиардерами. Дворцов себе понастроили, но люди находятся в нищете. Честно говоря, я вас вытаскивал на другой ответ по поводу иллюстраций. Иллюстрации, которые у вас в программе есть, то есть ограничения, процитирую, в праве занимать государственные должности, руководящие полиции в государственных компаниях, которыми должны быть подвергнуты лица, находящиеся в руководстве Единой России, в том числе руководстве страны и даже главные редакторы СМИ. Вы же не государственные СМИ, насколько я понимаю. Значит, вас иллюстрация не коснется. Иллюстрация, как вы говорите, это уже цитата вашего интервью, это процедура, при которой ты фактически наказываешь людей без вины. Они совершили преступление, многие из них, наверное, неплохие люди, но подлежат иллюстрации. Насколько это справедливо, на ваш взгляд? Я считаю, что это справедливо. И мы видим, что трансформацию от социалистической страны к капиталистической стране успешнее всего провели те страны, типа Чехии или Германии, которые провели какую-то иллюстрацию. Иллюстрация не означает, что мы должны расстреливать единороссов. Просто им запрещается занимать определенные должности. Вот как раз Новая Дума, в которой должны быть представлены все левые, правые, единороссы, и националисты, она должна принять решение о иллюстрациях. И я считаю, что руководители Единой России, которые вот 17 лет сидят, и за 17 лет они устроили чудовищную коррупцию. Вам может не нравиться то, что делают эти люди, или там, не знаю, тот, кто находится во власти. Но если каждый, кто будет приходить на их замену, будет устраивать иллюстрацию, к чему мы придем? Правильно. Вы правильно говорите? Именно поэтому я всегда говорю, если в программе написано, и сейчас я сказал, что это не я буду делать иллюстрацию, президент страны не должен делать иллюстрацию. Это должен быть общественный консенсус. Это должно быть большинство в Думе. Это, возможно, должен быть референдум. Это вопрос общественного. В результате иллюстрации общество должно быть лучше. После вашего недавнего интервью, которое было на Ютубе, вам посоветовали вас себя тоже иллюстрировать, потому что вы признались, что вы давали взятку. Если вы давали студентам взятки, то как вам можно доверять дальше? Вас надо было иллюстрировать. Ну, я же живой человек из реальной жизни. Я жил в 90-е годы. Мне 40 лет. И говорить о том, что отрицать, что даже когда мне было 20 лет, я платил гаишникам пару раз по 500 рублей, это было бы просто лгать избирателям. Вот за это нужно иллюстрировать. А так я могу сказать, что ну да, я часть этой жизни. Я обычный человек. Ну, руководители Единой России, которых вы собираетесь иллюстрировать, скажут вам то же самое. Я часть той жизни, которую вы меняете. Только в этот момент мы покажем дачи руководителей Единой России, которые стоят миллиарды. Понимаете? 500 рублей гаишнику в нашей стране платил почти каждый. А вот миллиардные дачи есть у единиц. И у этого совсем, извиняюсь, разная степень опасности. Я вам процитирую Ксению Собчак. Она у вас брала, я скоро с интервью. Раз вы извиняетесь, если единородцы не пускают в власти либералов, а либералы обещают не пустить в власти единородцев, это большевизм. Это то, что лишает нас возможности действительно высказывать мнение, соглашаться, спорить, дискутировать. Это игра с жуликами по их же правилам. Не важно, как мерзко ведут себя жулики. Важно, что мы поступаем иначе. Любая другая победа ведет просто к очередной перестановке слагаемых. Это к вопросу алюстрации. Ну и ерунду говорит Ксения Собчак. Говорит абсолютную полнейшую ерунду, потому что на таких рецептах мы попытались построить нынешнюю Россию. Когда эти люди были коммунистами, потом они стали гайдаровцами, потом они стали черномырдинцами, потом они стали лужковцами. Помните, отечество, вся Россия. А потом они стали путинистами. Это куча продажных шкур, которые меняют удостоверение в зависимости от того, кто в власти. Зачем нам с этим людям работать? Вы не предполагаете, что при каких-то условиях вы сами можете стать вторым Путиным, вторым драконом? Я не предполагаю. Но вы обязаны, как мне кажется, предполагать другое. Как журналист. Вы предполагаете другое. Для этого и должно быть установлено максимум 4 года, а не 6 лет у президентской власти, как они сейчас вели. Значит, 2 срока, если ты хорошо был президентом. 8 лет у власти. Вот, все, больше 8 лет нет. После этого пошел друг наш на пенсию. Когда у власти человек сидит 17 лет, вот это и приводит к чудовищной деградации всей системы. Вам же ничто не помешает через 8 лет изменить Конституцию? Вы мне помешаете. Свободные выборы мне помешают. Когда через 8 лет я скажу, ребята, а вот я подумал, хочу еще на 8 лет остаться. Вы просто скажите, нет, я проиграю выборы. Моя партия проиграет выборы. Здесь будут митинги абсолютно легальные, разрешенные. И вы меня подвергнете импичменту. А вам кажется, что для этого требуется создать какую-то вторую силу? Ну, вот то, что создано, например, в США, ну, по крайней мере, нам об этом говорят, что существуют две равновеликие силы. То есть вообще победить какую-то силу можно только другой силой. И вот если бы новый президент, который пришел бы к власти, сам создал эту новую силу, как вы на это смотрите? Они сделали так. А президент сделал справедливую Россию, единую Россию. Но не получилось. Вот. И поэтому президент не может, не искусственно нельзя это сделать. Президент должен не лезть в это. Он должен дать возможность участвовать в выборах всем. Сейчас же на выборы не пускают не только меня. Националистов не пускают, никого. Левых не пускают, никого. Да даже бывших губернаторов, мы видим, регулярно с выборов снимают. Президент должен гарантировать возможность участвовать в выборах всех. И тогда кто-то победит его. Мы опять вынуждены уйти на рекламу и продолжим. И, кстати, про национализм тоже поговорим. Отлично. Продолжаем эфир. На ваш взгляд, есть ли вообще случаи, когда политик может говорить неправду? Политик же это просто человек. Он в какой-то, не знаю, в своей просто жизни. Нет, я не в личной сфере. Нет, конечно, он не должен говорить неправду своим избирателям, потому что это важнейшая вещь. Я почему спрашиваю? Вы говорите, что базовые идеи, главный лозунг ваших реформ... Не врать и не воровать. Не врать и не воровать. Про не воровать все понятно. Во время агитации в декабре 2011 года вы педалировали тему манифеста «Единой России» 2002 года. Вскоре выяснилось, что не было никакого манифеста. Ничего подобного. Ничего подобного. Давайте, извините. Не было такого. Это действительно был установлен как факт. Это какие-то там ребята... То есть официального документа, который был бы признан партией на каком-то официальном форуме, не знаю, такого не было. И вы ответили, ну что там не рефлексируете, распространяете. Я сейчас не помню, какой этот мем, он вошел очень. Еще раз хотел бы сказать, что действительно, напомню зрителям, был манифест «Единой России» 2002 года, где она обещала, что через 8 лет, значит, здесь все будут получать в 10 раз больше, мы построим новые дороги, тарифы ЖКХ упадут. Ну то есть, когда спустя эти 8 лет над манифестом начали только все смеяться, «Единая Россия» заявляет, что она не имеет к этому отношения. Но манифест был официально внесен членами партии «Единая Россия», был опубликован в независимой газете, данные этой публикации есть, листовки, они официально такие делали. Послушайте, если в Ростове в каком-нибудь партии прогресса будет распространять какие-то листовки... Высшего совета. Это же не значит, что эта позиция... Когда «Единая Россия» публикует свой программный документ в печатном средстве массовой информации, это не в Ростове и вну-дону распространяют случайные люди. Это то, что они делали официально. Это материалы их съезда, это их идеологи написали. Понятное дело, что время прошло, и сейчас они пытаются сделать вид, что это не они писали, но это писала «Единая Россия». Я считаю, крайне важно обещаниями «Единой России» тыкать им в лицо. Вас действительно журналисты мучают этим вопросом по поводу вашего националистического, национального, не знаю, как правильно сказать, прошлого. Я приведу цитату Бориса Акунина. «Я ошибался, полагая, что националистическая чушь была Дэн Навального юношеским недугом, которым он отболел». Не отболел. А это означает, что до политика общероссийского уровня он не вырос. В стране, где живет много наций, любое политическое движение с этническим уклоном чревато погромами. И я, честно говоря, прочитал ваш манифест того, что называется «Народ», общественное движение. Не нашел там ничего такого националистического. Более того, я пока рылся в этом, вдруг обнаружил высказывание Владимира Путина, который скажет, что он тоже националист, но он, правда, сказал «в хорошем смысле слова». Да. Он даже и Медведева объявил националистом тогда. Да. Вот ваша позиция относительно всех этих тем. Моя позиция. Я еще добавлю. Вот я прочитал, что меня все-таки удивило в вашей позиции по этой теме. Когда я стану президентом, безусловно, никаких преследований националистов в России не будет, а всех, кого посадили по 282-й статье, мы выпустим. Я прочитал 282-ю статью. И для меня те действия, которые там перечислены, являются достаточно, на мой взгляд, нарушением закона. А вы, получается, что эти действия выводите за пределы наказания. О каких действиях речь? То есть действия, направленные на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения. То есть, получается, что вы вводите это из наказания? 282-я статья используется для преследования инакомыслящих. Это люди, которые могут выговорить довольно мерзкие, отвратительные вещи. И эти вещи я не разделяю. Но общественной опасности у этого... Ну, люди пишут ерунду. Они сидят в социальных сетях и пишут чушь. Вы каждый день заходите в Фейсбук или ВКонтакт и читаете людей, которые пишут чушь. Многие из них пишут оскорбительные чушь. Но это не означает, что мы должны их сажать в тюрьму. И задача государства сажать их в тюрьму. Людей, которые призывают к насилию, людей, которые осуществляют насилие, вполне можно привлекать к уголовной ответственности по большому количеству других статей Уголовного кодекса. 282-я же статья используется просто для преследования людей. У нас сейчас каждую неделю сажают людей за репосты, за лайки, за какую-то ерунду. Портрет Путина недавно признали экстремистским. У нас вот сейчас куда ни плюнь, всех объявляют экстремистами. А не просто граждане, которые имеют свое мнение. Я это мнение очень часто не разделяю, но я не считаю, что мы должны тратить время и ресурсы на то, чтобы бегать за кем-то, кто написал какую-то ерунду в социальной сети, которую прочитал два человека. По поводу региональной политики, поскольку мы в регионе находимся и вы сейчас регионы объезжаете, в вашей программе говорится следующее, что федеральные центры и, прежде всего, президент должны поделиться властью, перераспределяя ее туда, где люди живут, в города, населенные пункты. Не губернаторам нашим сомнительным нужно дать больше власти, а уровню ниже мэрам, городским и поселковым советам. Это в том числе снижает вероятность сепаратизма. Какой вопрос? Вот здесь, кстати, спрашивают ваше отношение к назначению или выборности мэров и губернаторов. Я знаю, что ваша позиция о том, что это надо выбирать прямыми выборами и всяких каких-то специальных ограничений. Но вопрос-то в чем? Вот выборы, путем выборов, мы понимаем, приходят не всегда самые профессиональные люди с точки зрения управления. Сейчас все эти деньги управляются, скажем так, российским правительством и 80 с небольшим региональных правительств. По большому. Большая часть. Теперь мы все эти деньги отдаем этим ребятам, которые пришли к власти путем выборов. Не кажется ли вам, что это приведет к еще большей коррупции только на мелких? Не кажется. Бюджетные деньги просто разворуются. Потому что контролировать это все уже невозможно. Не просто мне не кажется, а весь опыт последних лет показал ровно обратное. В результате прямых выборов иногда выбирают людей получше, иногда выбирают людей похуже. Но методом назначения всегда назначают жуликов. Но вот Кремль 17 лет вел эту политику, что нужно... Значит, все деньги... Я спрашивал, не увеличится ли масштаб воровства из-за того, что деньги будут отданы в муниципалитет. Что, ну, заработанные деньги, если деньги зарабатываются в городе Иваново, и здесь налогами в Иваново заплачено, почему эти деньги должна забрать себе Москва, чтобы потом ваш губернатор ездил в Москву и клянчил ваши же деньги обратно? Это абсурд. Это не дает развиваться региону, не дает развиваться вообще никому. У нас только Москва развивается. Причем развивается таким образом, что москвичам становится хуже. Но вот послушайте, бюджет Иваново 5 миллиардов рублей. В это же время Москва тратит на реконструкцию части улиц 12 миллиардов рублей. Это же несравнимо в принципе. Это абсурдно, что у нас в одном месте такой город, который просто бесится с жиру, а во всех остальных городах 4 часа езды просто нищета. Ну, невозможно отсюда у людей забирать последнее, чтобы в Москве еще распилить это на какой-то новой тротуарной плитке. Вы считаете, что на местах меньше будут пилить? Значит, я уверен, что жители, например, Иваново, вполне себе разумны и умны, чтобы избрать себе нормального мэра избрать, который будет нормально на них работать. Вашими бы устами. Воровство, конечно, везде будет, но только надо с коррупцией бороться. Чтобы мэры не воровали, они должны понимать, что президент сажает проворовавшихся мэров, а не назначает их губернаторами и дальше куда-то. Продолжая тему региональной политики, опять цитата вашей программы. Необходимо предоставить муниципалитетам и субъектам федерациям возможность ввести реальную конкурентную борьбу за инвестиции и человеческие ресурсы. Для этого нужна гибкость в налоговой политике и более широкие полномочия по принятию местных законов. Об этом была здесь дискуссия как-то, причем в том числе с участием высокопоставленных лиц самого правительства области и так далее. Что я из этого вынес? Что, если берем Ивановскую область, Белгородскую, например, и Татарстан. Как бы не выпрыгивала из штанов Ивановская область, какие бы она бонусы не обещала инвесторам. Татарстан даст больше, Белгородская область даст больше. Ну, и я сейчас не буду называть другие регионы. То есть, и сформировалось такое мнение, и у меня тоже такое мнение сформировалось, хотя я не специалист, что богатые регионы в таком случае и дальше будут богатеть, потому что у них возможности для привлечения все равно больше. А регионы типа Ивановской области наоборот будут еще больше хереть и более того, в федеральном центре им денег больше не будут давать. Куда еще дальше хереть? Они хереют, так и у них отнимают деньги. Вот недавно еще отняли 3% от налога на прибыль. Это не то, что процедура остановилась. Вот значит, вы захерели и стоп. Нет, туда еще много куда можно хереть. И это происходит постоянно. Ну, понятно, что в одних регионах есть нефть, в других нету нефти. Понятно, что Ханты-Мансийск, видимо, во зримом будущем будет всегда богаче, чем Иваново. Там нефть есть. Там вот такой регион. Как тогда конкуренции добиваться? Это практически нереально получается? Разные регионы. Когда Татарстан конкурирует с Башкортостаном, это одна вещь, в том числе по налоговым льготам. Но когда Ивановская область конкурирует, например, с Костромской областью, то совсем другая вещь. Здесь вполне реальная может быть конкуренция с Владимирской областью, с Московской областью, с Костромской областью. Всегда все равно. Ну, кто-то захотел построить себе завод на северо-западе. И дальше он объехал несколько областей. И области конкурируют. Не идет речь о том, что вы на равных бы завтра конкурировали с Тюменью. Ну, потому что это невозможно. Да, завершая вопрос по регионам, у вас прочитал следующее. Есть ряд разумных, разумных идей при формировании федеральной структуры государства, например, укрупнение регионов. Правда, вы оговариваетесь, что доработка реализации невозможна без широкого и публичного обсуждения. У вас сформировалось какое-то мнение относительно объединения субъектов федерации? Вы считаете, что 80-е это много? Ну, я считаю, что вот составные субъекты федерации это какая-то странная, непонятная, никому необъяснимая вещь. Это какая-то административная чехарда. Я считаю, что... Я просто почему-то спрашиваю. Да, в Ивановской области часто эту тему поднимают. Во-первых, потому что в 30-е годы Ивановская область была Ивановской промышленной областью, Юрославская, Костромская, Владимирская была у нас. Мы были крутые. А сейчас, наоборот, говорят, что Ивановскую область надо растащить. Не, я против этого категорически. Вот здесь вот, в этой части страны, я просто... Ну, посмотрите... В ЦФО, вы имеете в виду? в ЦФО, и, ну, вот, конкретно там, севернее, да. Никто не живет огромной пустынной территорией. Если мы будем снова создавать гигантские субъекты федерации, где для того, чтобы из города или деревни нужно потратить два дня, чтобы доехать до областного центра и оформить себе какую-то идиотскую бумажку, конечно, этого не должно быть. Я против создания суперсубъекта федерации. У нас вот, как всей страной пытаются рулить из Москвы, и это не получается. Так и в этих гигантских субъектах федерации рулить из одного центра всем на свете просто не получится. Вернусь к вопросам, которые в Твиттере. Вот такой комментарий. Как ему доверять? Он нигде не работал, белоручка, как раньше говорили. Это ваш сторонник? Ответьте. Он не похоже, что он мой сторонник. Я работал и работаю. Я официально плачу налоги. Я публикую свою декларацию. Мое имущество не только я публикую, но и бесконечные фильмы по НТВ про меня публикуют и показывают, куда я езжу, что делает моя семья, за мной постоянно идет слежка. Мои доходы просвечивают рентгеном постоянно. Как, по вашему мнению, должна выглядеть российская армия? В настоящий момент ее доставить и недостаток. Она должна быть контрактной. В первую очередь. В настоящее время призыв в армию это налог на бедных. Кто-то может откупиться, они в армию не идут. Взятки платят в военкоматы. А все остальные идут, а это налог на бедность. У нас действительно времени очень мало. Нас поджимает, поэтому я оставшиеся вопросы в таком очень быстром режиме... Я не обещаю, что я смогу да-нет ответить на все вопросы. Я знаю, с вами всегда сложно. Я имею в виду не с Алексеем Навальным, а вообще с людьми, которые отвечают на вопросы. Когда вы сидели за решеткой, вы сказали, что вы прочитали книгу про Дон Кихот. А вы себя больше чувствуете Дон Кихотом, Робин Гудом или что-то... Какие у вас ассоциации литературные с собой? Ну, у меня нет никаких литературных ассоциаций. И Дон Кихот, если его прочитать целиком, как он есть, а не в адаптированном варианте, он мало имеет отношения к моей деятельности, как и... Ну, интересная. И очень толстая, на самом деле. И Робин Гуд не имеет отношения. Литературная аналогия здесь просто... Ну, ее нельзя провести. Но другие какие-то есть аналогии? Вот вы себя с кем-то можете сравнить? Нет. Нет. Как пишут СМИ, ваша двоюродная сестра Марина Навальная на Украине активную антироссийскую позицию занимает? А вы пытались ее переубедить? Или будете переубедить? Что значит антироссийскую позицию? У меня действительно куча родственников на Украине, как у многих из нас. Мой отец из Чернобыля. Значит, споры бесконечные на тему того, что лучше, Россия или Украина, в нашей семье ведутся с момента развала Советского Союза. От того, что они там считают, что они топят за Украину, мы топим за Россию. Это всегда так было. Мы всегда встречаемся на семейных каких-то торжествах, и идет бесконечный спор, и у них свое мнение. Из вашей программы силовики будут получать достойную зарплату за ту работу, которой должны заниматься. Но я не про силовиков, а ваша точка зрения. Достойная зарплата в России это какая? Достойная зарплата в России это минимальная 25 тысяч рублей. Вообще, я считаю, что достойная зарплата в России, но она будет сильно различаться с объектом Федерации. Но вообще, я считаю, что Россия сейчас может людям платить не меньше 60 тысяч везде. Вы заявили, что предубранная компания президентская по вашим оценкам должна быть миллиард. Затрат на миллиард. Откуда деньги будете брать? Люди перечисляют. Мы сейчас собрали больше 40 миллионов рублей маленькими пожертвованиями по 500 рублей. Когда я баллотировался в 2013 году в мэры Москвы, я собрал такими маленькими пожертвованиями 104 миллиона рублей за три месяца. И, исходя из того, как люди перечисляют деньги, я понимаю, что мы сможем профинансировать всю избирательную компанию именно маленькими пожертвованиями. Нам не нужны ни олигархи, ни богатые люди. Я всегда говорил, что финансовые махинации в Юксе были без всякого сомнения. Ваши слова. Ходорковский заявил о вашей поддержке. Как вы считаете, вам это добавит сторонников или убавит? Я не знаю, честно говоря. Думаю, это не будет лишним. Ходорковский был олигархом, безусловно. Были ли там налоговые нарушения, безусловно. Посадили в тюрьму Ходорковского совсем не за этого. Есть люди, которые его любят, люди, которые не любят. Но он поддержал меня, я ему за это благодарен. Сегодня очень активно обсуждал с тем, не могу спросить. Ленин в Мавзолее. Вы за его... Я за референдум. Я считаю, что это не должен быть президент, и это даже не Дума должна. Дума же внесла закон и решила вынести, не вынести. Такая сложная, реально сложная тема. Я бы голосовал, конечно, за захоронение, но я православный, я против того, чтобы тело лежало не погребенное на Красной площади. Но я понимаю, что тема чувствительная, поэтому я бы провел референдум, может быть, даже не московский, а вообще российский. Давайте представим, что вас допустили до выборов. Первый тур. Ваш прогноз. Я выиграю в первом туре. Прогноз. Мой прогноз. Я же не политолог, чтобы давать прогнозы. Я иду найти выборы. Я знаю, что я представляю каких-то людей. Я попытаюсь сделать все для того, чтобы достойно провести эту избирательную кампанию. И я уверен, что мы добьемся победы просто потому, что мы правы. Потому что каждое мое требование от борьбы с коррупцией до минимальной зарплаты поддерживают большинство людей. Наша кампания понятна и прозрачна. Вы агитацией занимаетесь? Я вас спросил, какой результат у вас будет. Я ходил в президенты. Конечно, я занимаюсь агитацией. На ваш взгляд, какой будет результат первого тура? Такой, который позволит мне пройти во второй тур и выиграть во втором туре. С каким счетом? С каким счетом выиграть во втором туре? Но в любом случае там есть только выиграл, не выиграл. Поэтому счет здесь не очень важен. Я оставил последний вопрос. Поскольку время уже все перебрали, какое только можно перебрать, но я его все равно оставил. Вы заявили, это просто ближе к телу, вы заявили, СМИ это специфический бизнес, обслуживающий общественные интересы. Независимым зданиям тяжело выдерживать конкуренцию, которая содержится олигархическими кланами. Объективность СМИ невозможна без политической конкуренции и общественного контроля за медиа. Вы много вообще говорили о СМИ. Более того, вы отдаете СМИ достаточно серьезную часть работы. Вы говорите, например, что для борьбы с коррупцией нужна не Алексей Навальный, а конкурентная политика и свободные СМИ. Совершенно верно. Скажите мне, я нахожусь в СМИ уже четверть века, и все эти четверть века я не чувствую того, что СМИ в России независимы. Как это можно вообще поменять, эту вещь, с вашей точки зрения? Нужно оставить вас в покое. Нужно сделать так, чтобы если вам позвонил, бывало такое с вами, что вам звонил губернатор или вице-губернатор и был чем-то доволен или не доволен. Наверное, бывало. А в прекрасной России будущего, где президент Навальный, значит, губернатора, который позволит позвонить в СМИ и скажет, что давайте это пускайте в сюжет, а это не пускайте, его просто сразу посадят в тюрьму. Это будет запрещено. Просто прямо запрещено. СМИ нужно оставить в покое. о том, ведь СМИ, вот это спор, кстати говоря, в самой профессии тоже наблюдается. СМИ это все-таки бизнес или СМИ это все-таки какая-то общественная структура, которая, ну там, скажем... Это общественная функция. Я считаю, что в современной России... Вы сейчас как-то существуете? Вам тяжело. Вы приходите сотрудничать с властью. Вам тяжело, но вы... Значит, в прекрасной России будущего мы освободим СМИ. Мы в том числе дадим им налоговые льготы, и они будут вести свой бизнес так, чтобы жить нормально, но при этом я считаю, что СМИ это не чистый бизнес, это более важно общественная функция. Без СМИ нормальных, независимых не будет работать ничего другого. Мои коллеги прямо в Твиттере пишут стоп. Поэтому стоп. Программа завершена. Спасибо за внимание. Спасибо вам за то, что к нам пришли. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова